Оренбургский спорт Бассейн и лед по соседству В Новотроицке рядом с плавательным бассейном Волна, скоро появится ледовая площадка О появлении этого спортивного объекта Жители города мечтали давно Сегодня строительство дворца идет полным ходом Мы побывали на стройке И предлагаем вам посмотреть сюжет об этом Этот промышленный город На востоке Оренбуржья известен И своими спортивными достижениями На весь мир Новотроицк прославил плавец Павел Полтавцев Чемпион мира и пара Олимпийских игр Многим знакомы имена молодых Но уже успевших заявить о себе боксеров Среди которых чемпионы России Илья Филиппов и Людмила Шахова В Новотроицке активно развивается Легкая атлетика, борьба, шахматы Туризм и художественная гимнастика Есть здесь и своя команда мастеров Футбольный клуб «Носта» выступает во втором дивизионе Хоккей же практически никогда в этом городе не было Впрочем, как и фигурного катания Причина очевидна – отсутствие льда Что дворец ледовый городу нужен был понятно давно С 2005 года мы проводим мониторинг социальной сферы Среди жителей города Новотроицка В рамках которого выясняются те направления развития города Которые интересны жителям города, которые нужны жителям города И с 2005 года этот вопрос стоит одним из самых актуальных Что жители просили Вот есть соседний Орск, там есть ледовый дворец Но Новотроицка его до сих пор нет Поэтому работы вот в этом направлении ведутся с 2005 года Сначала шла работа над проектом Затем этот проект был немножко неудачным Но, как всегда, на помощь пришло наше взглядообразующее предприятие «Уральская сталь» Управляющая компанией «Металл Инвест» И по договоренности с губернатором Оренбургской области Бергом Юрием Александровичем Было принято решение, наконец-то, о строительстве ледового дворца Сегодня на месте пустыря уже возвышается каркас здания Объект стоимостью около 400 миллионов рублей растет не по дням, а по часам Ледовый дворец рассчитан на полторы тысячи зрительских мест Ожидается, что арена станет вторым домом для новотроицких хоккеистов И не только Планируется открыть секцию фигурного катания Ну и в перспективе, конечно, с учетом побед российских олимпийцев И пара олимпийцев в секции по шорт-треку То есть мы сейчас уже стоим на начальной стадии У нас есть три тренера по хоккею Есть тренер по фигурному катанию Но мы понимаем, что этого, конечно же, недостаточно Комитет по физической культуре, спорту и туризму получил Перед ним поставлена задача Искать перспективных тренеров для работы На базе стадиона, конечно, здесь будет открыта спортивная школа города Она ему очень нужна Строится Ледовый дворец буквально в нескольких шагах От плавательного бассейна «Волна» Этот спортивный объект в ближайшее время также ждут перемены Летом здесь начинается реконструкция Нужно ли говорить, что для здания, возведенного в 86-м году Это не роскошь, а необходимость Таких плавательных бассейнов всего два У нас есть в Бузулуке Это 8 дорожек по 50 метров Позволяет проводить соревнования Вплоть до международных И, наконец, бассейну более 25 лет И, наконец, мы долго этот вопрос тоже пробивали Провели инструментальное обследование За счет средств муниципального бюджета Заказали и выполнили проект Он сейчас находится в госэкспертизе Изменится практически все То есть, начиная от всех внутренних коммуникаций Систем фильтрации, электрики, вентиляции Полностью замена всех ванн Полная модернизация оборудования То есть, ремонт внутренних помещений Благоустройство территории, отделка фасада И так далее и тому подобное И, наверное, одним из немаловажных факторов В рамках реконструкции бассейна Что здесь будет создана доступная среда Для спортсмена с ограниченными возможностями Все знают, что у нас с бассейна «Волна» Вышел паралимпийский чемпион Полтавцев Павел У нас сейчас работает на базе бассейна Перспективная девочка Юлия Молчанова Среди девушек тоже Мы надеемся, что она станет паралимпийской чемпионкой Мы не будем останавливаться на достигнутом И поэтому в рамках реконструкции Предусмотрено обустройство лифта Создание полной среды Обустройство ванны специализированной для инвалидов То есть вот эта работа будет тоже проведена Сегодня в Оренбурге насчитывается Более 4,5 тысяч спортивных объектов И каждый из них для кого-то успел стать родным Ожидается, что новотрайчане Свой ледовый дворец получат в 2015 году Он будет подарком к 70-летию города Который отметят в июне К этому же сроку планируется завершить Реконструкцию бассейна «Волна» Силовики вышли на ковер В областном центре завершились соревнования по борьбе самбо За счет спартакиады «Динамо» В состязаниях приняли участие более 100 человек Тема продолжит наш сюжет Позади соревнования по волейболу и плаванию На очереди борьба самбо Если первые две дисциплины в процессе работы силовикам вряд ли помогут То знание борцовских приемов может сыграть свою роль Возможно, поэтому соревнованиям самбистов В зачет спартакиады «Динамо» самое пристальное внимание В этом году за лидерство борются 18 команд От каждой команды по 6 человек Куча в сумках Состав очень довольно сильный Сильные команды У областного УВД Также ППС Города Оренбурга ФСБ Соревнования самбистов проходят в 9 весовых категориях Самые напряженные и эмоциональные Финальные поединки Одним для выяснения отношений требуется несколько минут Другим достаточно всего лишь пары секунд Чистая победа – явление нечастое И оттого особенно яркое В этой паре финалистов досрочно стать чемпионом не удается никому Тем не менее, поединок борцов Курносова и Колдаева Без сомнения можно назвать одним из самых зрелищных и мощных Выступают спортсмены в весовой категории свыше 100 килограммов Из этой непростой валидольной схватки Победителем выходит Виктор Колдаев Как выясняется позже На ковре с нынешним соперником он уже встречался У меня сняли соревнования Точнее я сломал палец Выиграл 4-0 И сняли соревнования И сейчас матч-риванш у нас был Вешал сам 95 килограмм А пошел бороться в плюс Старался Видел тяжело очень было Целый год занимался, готовился До этого МВД было Занял первое место тоже на МВД В этой же весовой категории Будем еще стараться на следующий год Чтобы выступить так же Я считаю, что каждый сотрудник полиции Должен заниматься самбо Потому что самбо в первую очередь помогает Вообще в жизни И задерживает преступников Это основной вид спорта Считается милицейским видом спорта Ну если каждый будет заниматься спортом То у нас будет хорошая полиция Сильная Впереди у силовиков соревнования Еще в шести видах программы Стрельбе, кроссе, служебно-прикладном двоеборье Армрестлинге, мини-футболе И гиревом спорте Завершится спартакиада «Динамо» в октябре Спортивные каникулы Неделю заслуженного весеннего отдыха Оренбургские школьники проводят с пользой Так буквально на днях Они сразились в баскетболе В соревнованиях Организованных дюж номер два Приняли участие пять команд Подробности далее 78-я школа Оренбурга На каникулах не пустует В спортзале, где обычно проходят уроки физкультуры Нынче соревнования Принять в них участие Прибыли команды Нескольких учебных заведений города Третьей гимназии Первой и 34-й школ Свою сборную выставили и хозяева 78-я школа Инициатор турнира Дюж номер два Управления образования Которое в этом году отмечает юбилей Эти соревнования проходят ежегодно На базах общеобразовательных школ города Вот в этом году мы проводим на базе 78-й школы Здесь участвуют ученики старшей возрастной группы Все ребята, которые занимаются и тренируются в школьной баскетбольной лиге И все соревнования посвящаем 50-летию нашей любимой спортивной школы Я еще хочу, пользуясь случаем, поздравить всех своих работников Тренеров и преподавателей, которые работали в школе раньше Всех воспитанников, всех выпускников нашей школы И хочу пригласить их всех в нашу любимую спортивную школу Двери для наших воспитанников всегда открыты В баскетбол эти мальчишки играют не только на уроках физкультуры Ему посвящают практически все свободное время Много занимался таким спортом, но почему-то именно баскетбол привлек Так объясните свой голос Ну ладно, это сама игра, в принципе, двиг командная Начал я, ну, как обычные дети, то есть во дворе была площадка И просто кидали А в школе пришел тренер, нам, в принципе, понравилось И вот результат У многих баскетболистов есть команда-фавориты И, понятное дело, любимые игроки Чему слова достаточно посмотреть на форму Команда Лос-Анджелес, Клипперс Игрок Крис Пол Тренируемся мы раз через день То есть часто собираемся Все приходят на тренировки То есть сплоченный коллектив Команда собранная Вот, ну, то есть все хорошо у нас Одни верят в то, что форма окажется счастливой Другие уповают на поддержку болельщиков От чего зависит успех, на 100% не знает никто Но на него, без сомнения, все рассчитывают От командной игры он зависит То, что слаженность игроков И, будучи пониманием техники и тактики игры Складывает сама игра Только победа, и все Соперники достойные, но мы планируем победить Это хорошо, то, что устраивают соревнования Именно в калликулярное время Потому что нужно как-то же, еще помимо отдыха Проводить время в спортивных целях Зима, весна, веселые каникулы Веселые каникулы, зима, весна Тэквондисты Оренбужьи вернулись с первенства Приволжского федерального округа Которое прошло в Сызрани В соревнованиях приняли участие представители 11 субъектов Всего около 300 спортсменов На счету наших тэквондистов 4 медали Какие, узнаете прямо сейчас На первенстве ПФО в Сызрани наш регион Представляли 14 спортсменов В возрасте от 11 до 14 лет Это тэквондисты из дюшор номер 6 И дюш номер 5 орбита города Оренбурга А также воспитанники Орской детско-юношеской Спортивной школы Свобода Среди участников была Катя Овчинникова Тэквондона занимается 2 года Соревнования были, конечно, для меня сложные Потому что это первое соревнование, на которое я ездила ПФО Мне кажется, что я выступила хорошо Волнение было Ну, конечно, охота была победить Но все-таки без поражений не бывает побед Я тренируюсь каждый день Охота, конечно, занять первые места Но надо готовиться Вот сейчас занимаюсь Ну, стараюсь занять первое место В соревнованиях следующих По словам исполнительного директора Областной федерации тэквондо Вячеслава Сулаева Наша сборная показала ожидаемый результат Особого успеха добились 14-летние юноши Чемпионами в своих весовых категориях Стали Арчане Владимир Парасочка И Евгений Сопрыкин Серебро и еще одного воспитанника Дюж Свобода Дмитрия Задорожного Бронзу завоевал представитель Дюж номер 5 орбита города Оренбурга Сергей Касимов 11-летним спортсменам Зайти на пьедестал не удалось Объективно проиграли они Еще не готовы работать с возрастом Которым по 13-14 лет Ну, это был Один из этапов подготовки Первеносу России Который произойдет в Рязани 26 апреля Планируем как бы медаль Минимум 2 взять Одна золотая Может быть серебряная Может быть бронзовая Но, потому что Парасочка у нас В прошлом году бронзовый призер был России по юношам Таганроги Поэтому я думаю Что без медалей Наша федерация И в мужской области не останется Поступательное развитие Тэквондо идет Смена поколений Проходит Это естественное болезненное Состояние для тренеров у нас То есть спортсмены уходят Заканчивают Уезжают в другие регионы Но, тем не менее, до жизни На этом как бы останавливаться не нужно Я думаю Года через два-три У нас достаточно мощная Команда будет Юноши, которые успешно будут Конкурировать с другими регионами На первенцах в чемпионатах России В апреле важные старты ждут И молодежную сборную области Сильнейшие тэквондисты региона Отправятся в Казань На первенство страны Среди юниоров На этом наш сегодняшний выпуск завершен Смотрите наши сюжеты На сайте OrinInform.ru До встречи Ровно через неделю В программе Оренбургский спорт Редактор субтитров А.Семкин